Депутаты Змеевского городского совета собрались 20 сентября на 37-ю внеочередную сессию. На повестку дня было вынесено 7 вопросов. В первую очередь депутаты внесли изменения к программе развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, которые непосредственно касались финансовой поддержки КП «Змеевское». Также на сессии попросил слово депутат горсовета Геннадий Стадников. Он зачитал коллегам обращение от жителей улицы Пушкарева, у которых из-за проливных дождей подтапливают дворы. Они просят мэрию и депутатов привезти в соответствие водоотводы и отремонтировать дорогу. Улицы ямы, которые время от времени засыпаются мусором, отходы кирпича, песок земли, мусор вымывается, дорога забита песком, бордюр нет, вода уже течет во двор и огороды, во время дождя невозможно пройти по улице, тротуаров нет или они залиты водой. Просим сделать водоотводы, ливневки, как это сделано ниже по улице от Воинской. Как раз в этом году должны дойти до этого участка, если будет финансирование, опять же, деньги. Эта улица занесена в перечень улиц, где должен проходить ремонт, если будет финансирование, потому что вы знаете, что нас забрала служба автомобильных дорог, то мы сделаем и этот участок, где вымывают кирпич, песок и то, что мы подвозим эти ямы. Что касается водоотвода, то тоже есть там водоотвод, который требует определенных работ по его очистке, его, скажем так, приведению на лыжный стан. Присутствовали на сессии ветераны Афганистана. Виталий Макри обратился за помощью к депутатам и Петру Кучкову поспособствовать в ремонте памятника афганцам. Ведь 2014 год, согласно указу президента Украины, станет годом воинов-интернационалистов. Хотелось бы, говорит афганец, годовщину вывода войск из Афганистана достойно провести на уровне района. Памятник у нас построен в 1991 году и прибрежная территория, вот возле него, она не ремонтировалась вот эти вот все годы. Там плитка пришла уже в разрушенное состояние. Памятник, слава богу, мы с помощью Петра Владимировича и на свои личные средства отремонтировали два года назад. А прибрежная от этого территории, она остается в плачевном состоянии. Хотя там попилили деревья, поэтому обращаемся к Петру Владимировичу и к вам, уважаемые депутаты. Помогите нам в этом вопросе. В этом направлении мы уже провели эту дневную работу, в том плане, что, ну то, что сказали, спилили деревья, нарисовали эскиз, да, там, что хотим видеть, то есть делать там, как парковую зону. То есть не просто заменить плитку, но поставить там 6 или 8 лавочек, урны, освещение, прожектора, чтобы люди могли там, мамы, детьми, да, там, присесть, отдохнуть, погулять. То есть планы есть, скажем так, нашли даже уже половину плитки, там всего порядка 300 квадратов, порядка 150 квадратов нашли даже плитку. Мы нашли, скажем так, подрядчиков, ту бригаду, которая готова выполнить. Ну, то есть сейчас дело стоит за малым, стоит только начать это. Ищерпав все вопросы повестки дня, депутаты разошлись, но уже 18 октября они вновь соберутся на уже очередную сессию. Субтитры создавал DimaTorzok